здравствуйте уважаем учащиеся мы продолжаем изучение тему углеводов тема сегодняшнего урока полисахариды мы с вами познакомиться с различными полисахаридами это крахмалом и целлюлозой полисахариды это углеводы которые гидролизуются с образованием множества молекул моносахаридов их относят биологическим полимером основными представителями являются крахмал гликоген целлюлоза основным источником полисахаридов является крахмал формула крахмала c6 h10 о5 в скобке и за скобкой n число n показывает структурное звено крахмала крахмал это безвкусный аморфный порошок белого цвета при сжатии порошка он издает характерный скрип в холодной воде не растворяется а в горячей воде разбухает и образует клейстер это связано со строением крахмала в его структуре есть разветвленная часть это амилопектин вы видите в нижней части формулу строения амилопектина амилопектин составе крахмала составляет 80 90 процентов она набухает только в горячей воде и линейная часть состоит из амол амилозы амилоза указана верхней части строение амилоза тоже очень сложная здесь амилоза содержится около 10 до 20 процентов именно она и растворяется в воде крахмал содержится в цитоплазме растительных клеток в виде зерен запасного питательного вещества в клубнях картофеля до 20 процентов пшеничных и кукурузных зернах и в гречке до 70 процентов а рис содержит около 80 процентов крахмала крахмала является ценным питательным продуктом выполняет роль запаса резервной функции чтобы облегчить его усвоение продукты подвергаются действие высокой температуры то есть картофель варят хлеб пекут в этих условиях происходит частичный гидролиз крахмала и образуется дик стрины которые растворяются в воде дик стрины в пищеварительном тракте подвергается дальнейшему гидролизу до глюкозы которые усваиваются организмом окисляется до углекислого газа и воды с выделением энергии если гидролиз крахмала не доводить до конца то образуется смесь дикстринов с глюкозой называется патока которую применяют в кондитерской промышленности получаем с помощью крахмала дик стрины используется в качестве клея для загущения красок при нанесении рисунков на ткани крахмал применяют для накрахмаливания белья под горячим утюгом происходит частичный гидролиз крахмала и превращение его в дик стрины дик стрины образуют на ткани плотную пленку которая придает блеск тканям предохраняет от загрязнения крахмал и его производные применяются при производстве бумаги текстильных изделий и фармацевтической промышленности качественной реакцией на крахмала является реакция взаимодействие с йодом признак синее окрашивание избыток глюкоза образовавшиеся при гидролизе крахмала превращается в гликоген называют его еще животным крахмалом который накапливается в мышцах и печени гликоген имеет тот же состав c6 h10 o5 и энное число но его молекулы более разветвленные чем у целлюлоза содержится во всех животных тканях особенно много в печени 20 процентов о мышцах содержится 4 процента гликоген представляет собой белый аморфный порошок хорошо растворяется в холодной воде молекулярная масса гликогена исчисляется миллионами в организме гликоген является резервным веществом выполняет запасающуюся функцию гликоген превращается в глюкозу по мере расходования ее в клетках уравнение гидролиза углеводов здесь показано что гидролиза углеводов протекает и друг у других углеводов у сахарозы у сахарозы конечно образуется глюкоза фруктоза а вот когда крахмал гидролизуется значит происходит образование глюкозы а из глюкозы при окислении образуются продукты co2 вода и выделяется энергия а вот по центру мы видим что глюкоза в реакциях поликонденсации может превращаться в гликоген а когда гликоген гидролизуется и конечным продуктом является глюкоза целлюлоза называют целлюлозу клетчаткой является полимером глюкозы по общей массе на земле целлюлоза занимает первое место среди всех органических соединений и является строительным материалом целлюлоза это основной компонент стенок растительных клеток волокна хлопка содержит 92 95 процентов целлюлозы волокна льна содержит до 80 процентов целлюлозы а в различных видах древесины содержится от 40 до 60 процентов целлюлозы целлюлоза белое твердое вещество стойкая не разрушается при нагревании до 200 градусов происходит не остается без изменения не растворяется в воде и слабых кислотах она представляет собой длинные нити которые содержатся в пределах от 300 до 10 тысяч остатков глюкозы без боковых ответвлений целлюлоза это биополимер состоящий из остатков глюкозы ценный источник глюкозы однако для ее расшипления необходим фермент целлулаза сравнительно редко встречающиеся в природе поэтому в пищу целлюлозу употребляют только некоторые животные например жвачные велико промышленное значение целлюлозы из этого вещества изготавливают хлопчатобумажные ткани бумаги пластмассы строят дома изготавливают делают порох пластмассу фотопленки краски эмали лекарства и технический спирт для полосахаридов структурным звеном и является молекулы глюкозы они изомерны друг другу выполнять очень важную биологическую роль и нашли широкое променение в жизни человека и так во второй части урока мы с вами рассмотрели основные представители полисахаридов крахмал и целлюлозу теперь для задания самостоятельной работы я вам предлагаю следующее задание первое осуществить следующее превращение то есть превращение имеется три вещества крахмал 1 2 глюкоза и 3 это этанол вы должны написать уравнение реакций второе задание для чего применяется сахароза напишите биологические значения сахарозы то есть в тетрадях вы должны написать для чего применяется сахароза и его биологическое значение в третьей части письменной работы напишите ступенчатый гидролиз крахмала назовите применение каждого вещества где применяются какие в каких областях или в жизни человека так четвертое задание что общего и в чем отличие молекул целлюлоза и крахмала почему их относят полимером и в пятом задании вы должны написать уравнение реакций как обнаружить используя один реактив следующие вещества это глицерин глюкозу сахарозу